Ситуацию с надбавками правительственным юристам Валентин Коновалов сегодня публично прокомментировал. Сделал он это на заседании Кабинета министров. Там же, кстати, был озвучен и новый способ пополнения бюджета. Обеспечить дополнительные поступления в казну в правительстве намеренный за счет жителей. То есть поставлена задача привлечь как можно больше граждан к выплате налогов. Заниматься этим в первую очередь должны районные главы, а тот, кто будет исполнять поручения не особо активно, не получит финансовую поддержку от республики. Об этом тоже открыто заявил Валентин Коновалов. Подробнее о ходе заседания Константин Кравцов. Пусть это не тайна века, но еще одно направление деятельности Николая Миронова, похоже, раскрыто. Первый заместитель главы Хакасии – бюджетный стимулятор. Не иначе. Миронов курирует программу, которая призвана увеличить налоговые сборы с населения. Видимо, договориться о привлечении налогов от промышленных предприятий, как того обещал Коновалов год назад, не получилось. Речь идет об инвентаризации недвижимого имущества. По Хакасии более 70 тысяч незарегистрированных объектов. На бумаге предполагается, часть собранных средств пополнит муниципальные бюджеты, но каков будет размер, пока тайна. В правительстве имеют свои виды на эти налоги. 300 миллионов – это для муниципальных образований большая сумма. Не все эти деньги пойдут в местные бюджеты, но, тем не менее, значительная их часть. И поскольку там еще республиканская собственность, сумма большая, она позволит решить очень многие вопросы. Пока вопросы у районных властей. Да и с учетом сегодняшних долгов сумма даже 300 миллионов довольно скромная. И вряд ли поможет выправить ситуацию. Именно чиновникам на местах поручено проводить обходы и призывать граждан зарегистрировать свое имущество. Ну а чтобы лучше шла работа, в правительстве придумали стимул. И без того нищие районы рискуют не получить свою часть дотации на сбалансированность бюджета. У республики на это есть 150 миллионов рублей. Я считаю, что будет правильно и справедливо распределить эту дотацию с учетом результативности работы каждого муниципалитета. И именно так мы и сделаем. Поэтому, вот еще раз повторюсь, анализ ежеквартальный. Ну и по итогам, я думаю, там первых кварталов мы уже сможем сделать какие-то выводы. Судя по всему, правительство Валентина Коновалова предпочитает делать выводы выборочно. Речь идет об очередном скандале с надбавками в 70% к окладам сотрудников юротдела. После широкой огласки в сером доме приняли привычную позу страуса. Оказывается, вроде как и виноват во всем Верховный Совет. В общем-то, со стороны правительства там никаких нарушений процедурных не было. Внесено все было на основании закона. Другой вопрос, что, конечно, на уровне Верховного Совета вопрос был рассмотрен, так скажем, не очень публично. В парламенте считают, виновата спешка и настойчивость правительства, которая всячески продвигала скорейшее принятие закона о надбавках. Профильному комитету было дано всего два дня на изучение документа перед сессией. На деле же вникнуть в бумагу никто не успел. На эту редакцию, которая, в принципе, потребует, в конечном итоге, увеличения затрат, не было заключения Министерства финансов. Вот это является нарушением, серьезным нарушением. Что касается Верховного Совета, там тоже были нарушены регламентные нормы. Вот эту деталь, ее нужно было действительно объяснить всем депутатам. Ее не проработали, на нее не сакцентировали. Поэтому многие действительно при голосовании не очень поняли, о чем идет речь. В общем, зарплата правительственных юристов пока остается прежней. Во всяком случае, до ближайшей сессии. Там власти и депутаты намерены изучить вопрос со второй попытки. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Продолжение следует...